В 1950 году был составлен первый турецкий словарь известного тюркского лингвиста и ученого Кашгарлы Махмуда Диван-Люгет-Ит-Тюрк. Память об этом будет отмечаться ЮНЕСКО в 2024-2025 годах. Мазир, родной город Махмуда Кашгарлы, с 2000 года стал особым местом для ученых и политиков из Турции и других тюркских стран. В 2002 году государственный министр и заместитель премьер-министра Девлет-Бахчели лично посетил АПАЛ и посетил Мавзолей ученого. С 2018 года на китайских веб-сайтах и в средствах массовой информации нет сообщений о том, что кто-либо посещал могилу Махмуда Кашгарского. Ни одна из так называемых экскурсионных групп, приглашенных из исламских стран, которые помогли Китаю скрыть расовые и культурные массовые убийства, происходящие в Игурском регионе, не посетила Мавзолей Махмуда Кашгарского в АПАЛе. Английские и китайские названия «Парк АПАЛ» пришли на смену после надписи Мавзолей Махмуда Кашгарского памятник культуры, находящейся под национальной охраной. По случаю годовщины в Праге был проведен пресс-релиз. В библиотеке Вацлава Гавила состоялась дискуссия «Свобода для Ильхама Тахти» с участием видных политиков и ученых. Среди докладчиков и других специальных гостей мероприятия, которое начнется со вступительной речи заместителя председателя Сената Чехии Иржи Оберфальцера и посла из США в Чехии Бижана Сабета, будут послы многих стран. Ильхам Тахти был важной фигурой на протяжении более 20 лет, работая над развитием диалога и взаимопонимания между уйгурским сообществом и Китаем. Однако в 2014 году он был приговорен китайской администрации к пожизненному заключению по сфабрикованному решению суда. Турецкий Зиратбанк получил ссуду в размере 500 млн долларов от китайского Эксимбанка. Долговая ловушка, которую экономисты называют экспансиозской политикой Китая, продолжается действовать и в Турции. В связи с этим Зиратбанк получил большой объем кредитов от Китая. Зиратбанк заключил двухлетнее кредитное соглашение на сумму 400 млн долларов и 700 млн юаней – 98 млн долларов. Зиратбанк – китайского происхождения, состоящий из двух траншей сроков на три года, под названием «Стратегия диверсификации ресурсов для развития взаимной внешней торговли с Китаем». Министр иностранных дел Китая Ван И и министр иностранных дел Египта Сами Шукри встретились в Кадеке и провели переговоры. Президент Египта Абдула Ассиси встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Как сообщило агентство Синьхуа, 15 января в тот же день министр иностранных дел Китая и генеральный секретарь Лиги Арабских Государств подписали соглашение о сотрудничестве в Каире. Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с генеральным секретарем Лиги Арабских Государств Ахмедом Абугай в столице Египта Каири. В ходе встречи обе стороны заявили о взаимной поддержке друг друга в вопросе единства и развития. По итогам стороны подписали соглашение о сотрудничестве в направлении создания Китайско-Арабской Ассоциации Аналитических Центров. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству Кабар заявил, что государственный переворот в Кыргызстане был предотвращен. Организаторы планировали убийства и взрывы, чтобы разжечь недовольство и спровоцировать массовые беспорядки на митингах протеста. В Китайской Народной Республике арестован Тан Шуаннинг, 69-летний бывший глава госбанковского гиганта Everbright Group. В заявлении Верховной Народной Прокуратуры Китая говорится, что Тан Шуаннин был арестован по подозрению во взяточности и растрате после завершения расследования антикоррупционного управления. Продолжение следует...